Депутата Владимирова обвиняют в экстремизме за публикацию в социальных сетях картинки со свастикой. Информация об этом появилась на сайте суда Центрального района. Ему грозит административное наказание, а главное проблема в политической карьере. Лишится ли Владимиров после этого скандала мандата и кто на него написал жалобу в суд, разбиралась Юлия Чупрова. Скорее всего ближе к выборам решили это использовать для того, чтобы меня маленько подтравить, я не знаю, может убрать с дороги. Владимиров считает это провокацией. О том, что один из главных местных патриотов, объявленный экстремистом, узнал спустя три месяца после публикации. В день приезда Путина в Красноярск. Пока весь город обсуждал визит президента, народный избранник писал объяснение у следователя. И самое интересное оказалось, что заявление подано от полного тезки моего сына Владимиров Никита Владимирович. Либо такое издевательство было сделано, потому что следователь говорит, вот он решил, что он это увидал, его возмутило это. И через три месяца до него дошло, что надо все-таки вот об этом заявить. Что, конечно, смешно. Семья о произошедшем Владимиров пока не рассказывал, шутит. И так все узнают из социальных сетей. Единственное, что по-настоящему расстраивает депутата, это то, что теперь он может лишиться возможности вновь избраться в городской совет в сентябре этого года. За публикацию в социальной сети Владимирову грозит административный арест на 15 суток или штраф размером до 2000 рублей. Картинку, которую депутат выложил в интернет, уже удалили. Как рассказывает сам Владимиров, это был стоп-кадр из всем известного советского телесериала «17 мгновений весны». На оригинальном изображении советский разведчик Штирлиц замахивается, чтобы ударить бутылкой по голове эсэсовца Холтофа, в рукаве которого надета повязка с нацистской свастикой. На изображении, которое выбросил в интернет депутат Владимиров, лицо Холтофа заменили на лицо школьника Николая Десятниченко из Нового Уренгоя, который прославился на всю страну в ноябре прошлого года своим скандальным выступлением в Буддестаге Германии. Депутат рассказывает, удалил картинку спустя 40 минут после публикации, как только разглядел свастику. Но кто-то успел сохранить страницу. Сейчас на защиту Владимирова в том же Фейсбуке встали уже десятки красноярцев. В числе первых был депутат Константин Сенченко. Он сейчас общается с юристами и ищет разные варианты, как помочь коллеге по гурсовету. Я все-таки за то, чтобы закон применялся, как ко всем. Я категорически против избирательного применения закона. Вот эта картинка, она мелькала в ленте много-много раз. И я не помню случаев, чтобы всех массово потащили в суды и стали давать статью за экстремизм. Сейчас идет активная работа по поводу поиска районов, где можно пойти на выборы. Я думаю, что есть какие-то претенденты для того, чтобы пойти на выборы именно в центральном районе. Владимиров серьезный конкурент. И я думаю, что желающих его убрать с дороги очень много. Народный избранник уверен, за этой провокацией стоят депутаты ЗАГС Собрания. Давние его оппоненты, но имен не называет. Таким образом, конкуренты хотят расчистить место для своих кандидатов в городском парламенте. И убирают всех неудобных им людей. А вот председатель гурсовета Татьяна Казанова считает, что политического подтекста здесь нет. И депутат Владимиров сам виноват в произошедшем. Владимиров, он всегда очень активно в сетях работает. Но я не думала, чтобы вот эта ситуация стала ситуацией, когда обратились в суд. Это, будем говорить, является предметом для всех остальных. И чтобы публичный человек должен задумываться над тем, что он делает. И оценивать последствия своих поступков. Заседание по делу Владимирова назначили на 21 марта. И если суд признает его виновным, то на ближайшие годы Владимиров может забыть о своей политической карьере.